Теперь о других предприятиях, которые работают над производительностью труда. В приоритетную программу включились уже пять компаний республики. Сейчас эксперты Центра компетенции работают в Чебоксарском электроаппаратном заводе. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Даже элементарный процесс упаковки у работников цеха раньше отнимал до трех минут. На каждую коробку наклеивали скотч и вручную обвязывали шпагатом. Благодаря специальному станку производительность повысилась. На крупных предприятиях именно время на вес золота отмечают эксплуатации. Оптимизировать рабочий процесс могут помочь даже вот такие стенды с пошаговыми подсказками. Главная задача коллектива снизить издержки производства и нарастить объемы выпуска продукции. Результатов намерены добиться до конца года. Сейчас думаем как расставить станки, как изменить логистику и будем дальше двигаться в этом направлении. И к концу года у нас производительность труда должна на 20% быть увеличена. Программу только запустили с начала года, поэтому эффекта такого большого еще и нет. Но обещают, что будет. Повышение производительности труда стало ключевой темой Санкт-Петербургского экономического форума. Сейчас эксперты задаются вопросом, что может помешать предприятиям реализовать поставленные задачи и какие меры поддержки необходимы бизнесменам. В каждой отрасли есть те компании, у которых получается что-то одно и получается хорошо, а есть те компании, у которых ничего не получается и с ними нужно работать особенно внимательно. Необходимы системные меры, которые мешают нам всем. Меры по снижению административных барьеров, меры по отмене избыточного регулирования, тогда все повысят, по крайней мере, на шаг вверх, на уровень вверх свою производительность труда. Производительность всегда идет в связке с конкурентоспособностью. Ты можешь быть очень производительным, но в твоей отрасли недостаточно спроса и тогда, наверное, производительность не пойдет никому на пользу. Первый этап реализации национального проекта в республике стартовал в конце прошлого года. Работа экспертов Федерального центра компетенций приносит ожидаемый эффект, отметил глава региона. Первые примеры очень хорошие, на 20-30% уже производительность труда увеличивается. Это о чем говорит? Это говорит о том, понимание у всех есть и команда работает на результат. Михаил Игнатьев обозначил и другую важную задачу – повышать квалификацию работников. На сегодняшний день, соблюдая интересы всех сторон, мы ежегодно утверждаем свою оригинальную программу по содействию занятости трудящихся. До конца года в национальный проект повышения производительности труда должны быть вовлечены свыше 30 предприятий. Местные эксперты специально созданного Республиканского центра компетенций сейчас активно работают в этой важной области. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Павел Редков. Республика.